Вот, ребята, мы в прямом эфире с вами. Мы решили соединить одновременно репортажи, сделанные на коленках, и репортажи, сделанные на кровати. Мы на кровати? На диване. На диване, да, но мы не будем раскрывать секрет. Сейчас я тебя отмечу. Так, давай не только тебя. Давай вон Иринку отметим, Катю отметим, Пашку отметим. Пусть все смотрят. Что людям делать, да, как только на нас смотреть. Так, сейчас. Женя эта. Так, что там еще? Остальные. Новикова. Так, а вон что-то. Что-то я наотмечала. Закрылась. Так, как это все закрыть, непонятно. Сейчас, ребята, мы еще тут. О, вот. Ребята, итак, с вами Елена Смарагдова, и репортажи, сделанные из полукровати, изоляции и все прочее. И у нас в гостях психотерапевт и кто-то там еще? Клинический психолог. Клинический психолог Анна Бабошкина. Я брала у нее уже интервью с новогодней темой. Это был такой подарок художникам. Сегодня мы затронем... Мы говорим, это только для творческих людей. Мы сегодня затронем скользкие темы, темы суицида, темы убийства, самоубийства. И поговорим еще о богатом внутреннем мире детских депрессивных комплексов и подростковых психотравм. Значит, Аня, вот на самом деле для меня эта тема такая... Детским депрессивным комплексом я не была готова. Сейчас мы будем что-нибудь. Они все у нас какие-то... В общем, я на самом деле... Для меня это очень тяжелая тема. Я стараюсь... На самом деле про мертвых хреновый туча моих работ. Ну, люди без лиц, там... Я долго снимала фильмы, в том числе про мертвых. Почему так? Ну, мы сейчас это не вообще смотрим. Вот. И на самом деле мне... Вот я эту тему всегда обхожу. Да, ну, то есть вот в разговорах, то есть я не хожу на кладбище, я не хожу в больницу, за очень редким исключением, там, ну, если уж совсем там какой-то очень близкий человек. И в разговорах я всегда говорю, тут детская душевная организация, пожалуйста, эти темы при мне вообще табуированы. И сейчас, когда я к тебе шла, я вся потела, бледнела, холодела, ушла в себя и вернулась из себя. И вот очень часто людей, которые уходят в творчество, неважно, театр, искусство, ну, то есть любое вот писательство, они все пережили какой-то очень драматичный опыт в детстве, когда, например, ну, особенно мы все пережили гражданскую войну. Ну, 90-е, это гражданская война, и многие были свидетели там убийств и самоубийств своих родителей. Мы пережили высокую тревогу в обществе, на самом деле. Вот, вот расскажи, вот что ты про это все думаешь? Потому что вот творческие люди, они все понимают сейчас, о чем мы говорим. Если мы говорим, мне кажется, из того, что мы говорили, тут надо разделить или люди пережили личное насилие, личную травму какую-то, да, которая была непосредственно в их семье, или это общая тревога в обществе, которая не могла не отразиться на их семье. Ну, вот смотри, вот мы в работах же ведь очень много, да, вот тем поднимается сейчас и насилие, и, как бы, вот эту вот внутреннюю боль зажать, то она реализуется вот в этот внешний мир. Вот, вот ты все-таки как специалист, я все-таки, как бы, около этой темы, хотя я была бабкой общественницы долгое время, и я понимаю, о чем разговор, но вот направляй лучше. Здесь я тебе дам пальму первенства, и вот двигай этот разговор. Вот тема суицида, убийств, как с этим жить, как пережить, как избежать художникам, чтобы эту тему, выйти из нее хорошо. Ну, с одной стороны, художников, вообще творческих людей, конечно, есть специфика восприятия этого мира, с одной стороны, да. Дорогая, ты опять вот красивая, но мы помним, что вот у нас... Там люди. Да, люди здесь. А, давай вот сюда смотреть, чтобы все видели, насколько мы прекрасны. Я так на тебя не смогу, ладно, буду на тебя тут смотреть. Неловко. Значит, ситуация какая, что с одной стороны художников действительно способ восприятия мира художниками, его можно выделить в отдельную, да, вот то, что мы говорили, действительно, это особенность восприятия мира под своим углом, с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим о суициде, как о теме, да, отдельно, то на самом деле, не знаю, стоит ли здесь выделять именно творческих людей в отдельную группу. Есть, действительно, есть некие особенности, но есть общая тенденция какая. Например, то, что суициды, к ним склонны люди, которые очень изолированы от группы и от социального общения. То есть, это такие одиночки получаются. Да, да. И чем больше человек включен в группу, тем у него меньше риск суицида. Если вот сейчас уйти от общих слов, а просто перейти к статистике, есть труд, который очень интересный, интересен всем, он очень легко написан, хотя он очень околонаучный, Эмиль Дергеймс «Самоубийство». Это, он, по-моему, был руководителем статистического центра Франции начала 20 века, и у него огромная книга собрана на огромной статистике. О чем он там говорит? О том, что риску суицида... Не могу так не на тебя смотреть. Сюда смотри, на меня вот здесь вот-вот. Ладно. Риску... Он начинает со статистики, потом он показывает корреляции, экстраполирует выводы на то, что он о чем говорит. Что он, например, наблюдает? То, что самый высокий риск на тот момент, я сейчас не смотрела статистику, но самая высокая статистика по самоубийствам была в наиболее успешных странах. Например, у японцев с высоким доходом, у топ-менеджеров Америки. Дальше он показывает, что, например, чем выше человек живет, чем у него более высокий этаж, тем у него выше риск самоубийства, чем у тех людей, которые живут на низких этажах. У людей-мигрантов, переехавших, например, еврейских общин, переехавших в Америку, у итальянцев, переехавших в Америку, именно живущих общинами риск самоубийства намного меньше, чем у итальянцев... Наши рулят, диасполь рулят. ...чем у тех итальянцев, которые, например, живут в Италии. Например, у алкоголиков, которые, условно, опять же, живут какими-то группами, у них, опять же, никакой риск самоубийства, в отличие от тех, кто просто отпьет там сам по себе тихонько в одиночку. И к каким выводам он приходит в конце книги? А, ну или, например, он показывает, где самые риски низк самоубийства. Это у людей, живущих в общинах, в диаспорах, например, переехавшие евреи, один из самых низких – это был афроамериканцев, да? Хотя это люди, мы можем сказать, что они как будто бы плохо социально включены, у них низкий уровень дохода, плохая жизнь, и живут-то они, как вот по нашим меркам, не очень-то, да? Но у них самоубийств меньше всего. Почему? Потому что они очень включены друг в друга, у них большая социальная поддержка. И на самом деле, если мы говорим о творческих людях, я бы сказала, что вот это вот можно на самом деле говорить, ну… А то, что самозамкнутость происходит, да, в этот момент? Это зависит от… Это, конечно, творческим людям присуще, чем, наверное, больше, чем всем остальным. Но это от чего зависит, это… Я сейчас назову такой термин, его не стоит ни пугаться, ни ругаться, есть такой… О нём он присущ, этот тип мышления многим людям, не только творческим, айтишникам, например, да, люди, которые в айти, они в чём-то тоже очень творческие, такой, можно сказать, шизоидный тип мышления. О чём это говорит? О том, что… Как Илланд Маск, да? Вот, вполне, он будет такой ещё чутка психопатичный, я бы сказала. Но он такой красавчик. Он очень красавчик или шизоидный тип мышления. Слушай, он уже в последние месяцы нам как родственник. Знаешь, я всё время про него… То есть он тебе просто нравится? Мне он нравится, ты его присоединила. И я всё время про него говорю сейчас, и мне он прям нравится, он такой вот этот, там, напланетянин, там. Я считаю, что это самый успешный художник современности. Ну смотри, что такое шизоидный тип мышления? Это когда есть… Он вообще идёт из детства. То есть дети, они в чём-то шизоиды все. То есть когда, например, ребёнок… Ой, ребёнок без этого не выживет. Это такой один из типов защиты. То есть у него есть реальный мир от родителей, и дети вот этой вот игрой, да, они могут полностью переключиться от реального мира от родителей, они полностью переключаются на игру. И в игре они придумывают свой совершенно чудесный реальный мир, да, они в нём живут. Но чем старше мы становимся, тем больше мы контактируем с реальным обществом, тем у нас больше круг общения. И от наших вот этих внутренних… В нашего внутреннего мира нам стоит уходить. Ну то есть, да, смотреть на реальный мир, на то, что действительно происходит. Что присуще творческим людям, например, да, на то, что я вижу. У них вот этот вот мир каких-то своих внутренних переживаний, иллюзий, он занимает такую значительную часть жизни. Соответственно, вот это, когда мы говорим о шизоидности, да, это не то, что человек шизофреник, нет, такое восприятие мира. То есть вот этот внутренний мир, он занимает очень большую часть. То есть он на первом месте, да, и в реальный мир. Да, потому что это и закономерно, потому что этот внутренний мир позволяет творить вот это вот переосмысление, анализ, да, то есть без этого вот, без этого и нельзя творить. И, соответственно, когда мы говорим об изоляции, она действительно очень присуща творческим людям. Почему? Потому что необходимо погрузиться в себя, что-то воспроизвести, и в этот момент погружения в себя человек очень одинок. Да, и когда мы говорим поэтому о суициде, который присущ творческим людям, его можно предположить. Почему? Потому что люди действительно очень аутизируются, погружаются в себя для того, они вынуждены, ну, то есть это необходимость погрузиться в себя, да, для того, чтобы что-то сотворить, создать. Да, да, конечно. А вот смотри, например, вот я знаю, что очень много ребят из творческих профессий, может быть, они ушли в творческую профессию, потому что их мамы или бабушки покончили с собой, и они были, ну, скажем так, вот, сопричастны вот этой всей ситуации. И это тоже вот, ну, я часто встречаю ребят, вот, они идут не столько в художники, а сколько в кураторы, вот, ну, в такие вот более руководящие, скажем так, должности, и при этом их вот разрывают вот эти вот бесконечные внутренние конфликты, ну, потому что все равно быть свидетелем самоубийства собственных родителей – это достаточно сложная тема. Вот как справляться вот с этим грузом богатого внутреннего мира? Вот как понять, что вот это не относится к тебе, что это вот, как это пережить? Первое, смотри, с чего я хочу начать, с того, что само люди, которые столкнулись с самоубийством родственников, они не только в творческой среде. И сейчас говорить о том, что вот я бы не стала, может быть, так, вот говорить вот прямо о том, что действительно вот большинство творческих людей и в их семьях произошло некое насилие. Нет, ну, ну, все равно нужно. Потому что у меня в кругу людей, которые не связаны с искусством, тоже… Кто деньги зарабатывает. Кто просто зарабатывает деньги, были и случаи насилия в семьях, и… Дорогая, смотри сюда, чтобы все видели нашу красоту неземную. И, ну, то есть, и самоубийство – это все было. То есть, это, ну, наверное, это такая… Есть такая тенденция в обществе, и все могут с этим столкнуться также. На самом деле, все мы столкнулись с онкологическим заболеванием, да, например, у каждого в семье, но есть, наверное, какие-то случаи насилия, жертв, они были, ну, практически во всех семьях, тем более, если мы затронули наши чудесные девяностые, да. Ага. Вот. И как это пережить? Хороший вопрос. Ну, вот смотри, вот я, например, когда меня дербанила тема 90-х, знаешь, ну, за вот эти убийства, да, то есть я, как бы, тоже там делала мозги, кучу психологов, они от меня… Суги от того, как понять, где дербанила? Ну, понимаешь, вот, когда, вот в 90-х, например, да, вот эти все убийства, 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 ну, неприятно, когда там кому-то… Тебе было страшно или что? Нет, у меня было дичайшее чувство вины, что я тогда не смогла ничего сделать. А я была, ну, ребенком-подростком, ну, что я бы там топ-топор бы достала. И я, например, вот в какой-то момент поняла, что это не моя история, что я стала всего лишь свидетелем, вот это и зрителем, да, ее, то есть это не зависело от меня, потому что я же не могла там что-то изменить, кого-то там защитить, там, или еще что-то такое. Но это пришло, знаешь, такое вот как откровение, и с меня спал целый пласт богатейшего и внутреннего. Ну вот, например, когда ты становишься… То есть у тебя вообще была всегда идея, что ты как будто бы можешь очень многое изменить в этом мире? Ну, у меня же, да, недаром же я вступала в социалке. А она всегда это была или нет? Да, ты знаешь… То есть это обычно, вот это как раз идет обычной семьи, когда ребенок занимается не своей социализацией, да, а решает какие-то проблемы родителей, да. Решала, решала. То есть когда семья эмоционально не очень благополучная, ребенок для того, чтобы выжить, он вынужден как-то подстраиваться под родителей, под их настроение, вписываться в их коммуникацию. То есть ребенка на самом деле можно говорить об очень тревожном детстве. Когда детство вот такое тревожное, то что научается делать ребенок, когда детство тревожное? Влиять на самом деле на настроение родителей. Вернее, или это может быть иллюзия, что он влияет на настроение родителей. Допустим, как ты себя хорошо повел, и вот родители отреагировали так-то. Мне вот как-то свет перестал тарвиться, мы с тобой как эти ведьмы. Ну, давайте, чтобы мы... У нас же начну разговор. У нас точно в полутьме. А, слушай, вот сейчас мы... Ну вот, что мы... Света нам... Может, нам вперед под... Возьми руки. А давайте я буду этим... Дорогая, жмись ко мне. А мы тогда с тобой с красными лицами скажем, что две бабы напились. Так, сейчас... Так, нам надо как-то... Так подожди, слушай, мы умные или красивые? Давай просто за умных. Давай за умных. Да, за умных, а красоту наши в темноте рассмотрят. Я считаю, да. Знаешь, даже так загадочнее, на самом деле. Всегда же не рассказано стало больше. Это не мы, это не мы. Кстати, я сегодня... Сейчас вот у нас же все-таки прямой эфир, да? С тебя селфи с закрытым лицом. Да, маску, можешь мне маску взять. Селфи. Нет, а прикрой, чем-нибудь необычно. А чем необычно? Ну, давай прикрой. Чем-нибудь. Я еще обещала... То есть мы так неожиданно прервали разговор. Слушай, у нас все-таки прямой эфир, у нас изоляция, девичник. Так. Что нам все только... Быть только умным. Чем прикрыть? Чем прикрыть, чем прикрыть. С стаканом я могу. Вот, смотри, как красиво. О, давай, ребята, мы делаем сейчас искусство. А то я уже с этим транзакционным селфи уже, наверное... Смотри. Давай, вот, снимай. Нет, вот ты снимай себя, чтобы все видели, что я это бдю, бдю. Все, все, ребята, все сдаем селфи с закрытым лицом. Хотите вы там или нет? Давай, дорогая, жми. Так, как ракурс. Так, так. Ну, давай я тебя сфотографирую. На, сфотографируй меня, пожалуйста. Так что, ребята, все сдаем селфи. Не отлыниваем, я бдю. Так, давай вот... А давай как-то, знаешь, вот необычно сделаем. Или лицо прикрой. Вот, больше, да, чтобы глаза так вот торчали. Мы вот тут... Даже я еще хочу сделать сама, не знаю, еще хочу. Можно и волосы еще сделать. Так. Во, отличный, грудь большая. Еще она умеет говорить. Еще она умеет говорить. Да, сейчас она еще с этого радуется. Но немножко свет не очень нравится. Что-то вот... Как это... Или грудь больше сделает. Грудь больше. Давай, спиши. Так. Вот мне, знаешь... Ну, подожди, у нас прямой фирм. Подожди, подожди. Ставим, подожди, грудь. Так, подожди. Ну, подожди, мы должны как-то рейтинги создавать. Все, мы это сделали. Так. Ребята, сдаем селфи, да, помним. А, я сегодня еще Арише обещала делать, господи, каракули на бумажках. Ну, куда ты что-то пишешь, она там развивает группу. Я как ответственный человек. Вот. У нас как реалити-шоу. Сейчас вот еще. Здравствуйте. У нас прямой фир. И что там у нас про этих, про суицидников? А на чем мы закончили-то? Мы закончили на историях из детства. А, ну, тревожное детство. А тут у нас... Ребята, у нас реалити-шоу, знаете, прям... Зачем ты взяла бумажку? Я Арише обещала, что я ей сегодня сделаю каракули. Знаешь, когда подчеркушки на этом. И выложу в ее группу. Она развивает группу каракуля. И ты сейчас будешь рассказывать, а я буду что-нибудь черкаться. И как бы два в одном. То есть я обещаю. Вот просто так сейчас. Нет, я сейчас задаю вопрос. Подожди, ты не задала вопрос, ты должен мне знать вопрос. Смотри, давай про детство. Мы с тобой про детство, да? Да, что когда ребенок хочет заспасти весь мир, это говорит о том, что он забил... У него было очень тревожное детство. Тревожное детство. Да. Дорогая, смотрим сюда. В ручь вперед. Шею там это откинуть. Значит, у ребенка было очень тревожное детство. И слушай меня. И у него иллюзия контроля, которая была, которую он вынес из детства. Что как будто бы он может... Когда он сначала контролировал родителей. Тебя смущает? Смотрите, Ариша, я выполняю твою просьбу и потом зачеркаю. Это иллюзия. И он эту иллюзию как будто бы мнимого контроля переносит дальше во взрослую жизнь. Ага. И вот это твоя идея, что я могу спасти весь мир, я такая всесильная, да? Она на самом деле из детства, если у ребенка это был механизм защиты, который помог ему выжить, то во взрослом возрасте это на самом деле очень дисфункционально. То есть ты не занимаешься своим развитием, ты постоянно сконцентрирован на ком-то, на чем-то. Ага. Что делать, что делать, что делать, что делать? Но мы вернемся к искусству. Сегодня у нас не монологи вагины. Это, между прочим, название книжки. Не помнишь такую? Вот. Значит, про художников. Все-таки, если художник сидит дома один, в одну каску, у него завибрировал богатейший внутренний мир детских депрессивных комплексов. Он завибрирует у любого человека, который сидит в одиночку. У любого. У любого. Конечно. Вот. И у него начинаются какие-то мысли страшные. Что ему делать? Например, какие? Ну, с собой покончить. Он такой сидел-сидел, проснулся, сегодня четверг, земля разломилась пополам. Почему бы вместе с ней? Вот что вот, какая, как его вытащить из этого? Ну, во-первых, вот так вот просто человек себя вытащить не может. Смотри, то есть здесь надо разделить на это произошло, вот сегодня у него неожиданно плохое настроение. То есть любой человек, мне кажется, в состоянии оценить. Или это просто вот сегодня у меня неожиданно плохое настроение, проснулась, мир полный ажер, да, все кругом уроды. И вот я такой, да, ну, допустим, назовем это ПМС. Пусть будет, да, ПМС. Это одна история. И думаю, в такие моменты идеи о суициде, они будут носить несколько демонстративный характер. Ну, то есть вот, все так плохо, и я весь такой несчастный, хочется покончить с собой, но об этом периодически думают все, но к реальным действиям это не приводит. К реальным действиям приводит, чаще всего, затяжная депрессия. То есть тоже психопатология, тоже медицинская, да? Это уже идет как патология, она затяжная. То есть, смотри, с затяжной депрессией ты просто так, вот надо, во-первых, усилием боли выбраться очень тяжело, то есть без какой-то обратной связи. То есть сидеть и аутизироваться дома и сказать, что я вот выберусь вот из этой вот депрессии, это невозможно, да? Вспомним Ван Гога, который ниоткуда никак не выбрался. Вспомним моего любимого Робина Вильямса, который, извини меня, известен, прекрасен, чудесные фильмы, чудесная автобиография, да? Его все любят, и чем потом закончил? Ничего. Он повесился, да? Вот и все. Вот, соответственно, чем опасно вот это состояние и вообще нахождение дома, вот когда мы сидим дома, и без получения какой-то реальной обратной связи с тем, что к депрессии ты к ней привыкаешь, и тебе вот этот сниженный эмоциональный фон кажется нормой. Потому что, смотри, мы люди привыкаем ко всему. Допустим, понизилось настроение, мы к нему привыкли. Мы же в нем можем существовать, мы можем работать, мы можем есть, пить, общаться, да? Оно кажется нормой. Оно понижается дальше, понижается, настроение понижается не само по себе. Я сейчас уйти немножко в медицину, потому что депрессия, она влияет на гормональный фон. Следующее понижение, да? То есть гормоны падают, падает дофамин, ну, допустим, просто на сельском падает дофамин, гормон удовольствия. Он продолжает понижаться. Мы привыкаем к этому пониженному уровню. Он понижается, понижается, понижается. То есть нам это сниженное… А дофамин – это гормон радости? Ну, удовольствие, предудовольствие, как бы кажется. То есть это не непосредственно, он вырабатывается не в момент, в моменте вырабатывается окситоцин, по-моему. А дофамин – это гормон такого предвосхищения удовольствия. И нам вот это вот отсутствие удовольствия, остыния, такая некая ангидония, да, отсутствие желания, они нам кажутся нормой. Это вот как раз вот то, что вот жители столиц, да, крупных, они все немножко такие… Ну, они можно говорить… О жителях столиц можно говорить о эмоциональном истощении. А, то есть эмоциональное истощение… Оно, смотри, к депрессии может приводить много чего. Может приводить… То есть нет такого одного фактора, если все было так просто, она бы и лечилась просто, да. К депрессии приводит, первое, там предрасположенности, то есть предрасположенности по личности – это первое. А второе – факторы и среда, в которой ты находишься. Правильно? Ну, вот смотри, я просто все-таки художник, да, я думаю, что тут… Для вас есть особенный лиц. Для нас есть, да. Ну, то есть смотри, у нас же как это из серии «Ушел в себя, вернусь не скоро». Или, например, вот актеры, или вот писатели, которые вживаются в какую-то роль, да, или там вот… И они очень долго из него выходят потом. Да, или выходят уже в окно, грубо говоря. Или, например, вот у меня есть вот эта коллекция фигур, которые я пока себя вот не вскручу настолько, что там уже, знаете, ну, там подготовить себя, вот прям задрать настолько в дно, эмоциональное. Зато я захожу, мы снимаем отличные фотографии, я выхожу, я прям Перси. Ты делала, когда такие же отличные фотографии, когда, например, у тебя не было вот такого эмоционального истощения? Не хочется. Вот на самом деле коллекция фигур, я ее начала… Которые в бизнесе у тебя фотографии? Ну да, вот эта коллекция фигур, там разные версии, вот сейчас я домашнюю версию начала. Вот она, она, например, ну это же, ну вот это все женщины в этой спастики, вот они, вот всем вот это. я очень… Ну потому что драма, она интересна. Ну, я понедоказала, они мне делают знаменитые, мне говорят, откажись от нее, ты себя убьешь. Я говорю, я не могу, как я буду тогда делать себе имя, потому что она реально вот делает мне имя. Ну смотри… Ну у меня был перерыв очень большой, я ее лет 10 вообще не хотела брать, вообще не, вот я ее как бы вот сделала, вот эту цветную коллекцию, ну то есть там я привлекала модели, там еще что-то, но мне не нравилось, что они не до конца вот это вот, вот они не могут вот эту спастику выдать, вот это гиперперенапряжение, каждое в этом фаланге пальца, и ну как бы я снимала там этот, и потом я сюда приехала, я тогда вот как раз еще занималась спасением человечества, сама была как вот дайте покушать, что это, что жить не на что, а вот, и тогда вот я говорю, я познакомилась случайно с фотографом, не знаю, как вообще, вот знаешь, вот меня привел человек, с которым мы вообще больше никогда не виделись, у нас с ней ничего не получилось, она меня пригласила как модель, и то она не меня пригласила, она перепутала меня с кем-то, а я сказала да, потому что мне тогда нужны были фотографы в проект, и мы встретились с человеком, который уже 10 или 15 лет не выходит из дома, вообще не выходит, он в свое время был очень известным фотографом, и мы как-то вот встретились, чтобы встретиться, да, и когда я его увидела, а у него вся квартира как декорация, ну да, вообще просто, то есть у него там скелеты, но он создал свой мир, понимаешь, когда ты не, ты человек, все равно что-то создает, то есть ты не контактируешь с реальным, ты создаешь какой-то свой мир, да, но, создавать же можно по-разному, можно так в социуме, можно создать у себя дома этот мир, и какая разница, и ему, вот о чем я тебе говорила вначале, вот эта вот шизоидность, когда мы создаем свой мир, он как ребенок, который создал, да, то есть он отмел реально одну половину мира, и он создал себе вторую половину мира, почему оно создается, потому что не легче жить, ты в ней, извините меня, Господь Бог, ну то есть ты создал мир, в котором ты можешь жить по своим правилам. Но самое интересное, что в этом мире мне снова захотелось делать коллекцию фигур, и там уже начались новые версии коллекции фигур. С другой стороны, смотри, возможно, почему, потому что мы опять же черпаем идеи, да, сталкиваясь с какими-то элементами действительности, ну то есть мы всегда черпаем идеи в общении, неважно это какое общение, живое ли оно, книга ли это, какая-то эмоция, фильм ли это, да, то есть ты пришла к человеку, и получила от него какие-то новые идеи, на самом деле. А у него заходишь, мы еще не разговариваем, мы вообще не разговариваем, то есть я просто захожу молча, я начинаю брать с полок вот эти все вещи, начинаю выкладывать вот этот антураж, встаю в кадр, он выставляет свет. Ну то есть смотри, как это мой, то есть вот что я сейчас вижу, что при чем? Идея, для тебя вот этот вот факт был, ну то есть мы, допустим, сейчас вот пришли кратко к чему, к тому, что идеи необходимы любому человеку, да, для того, чтобы что-то свое создавать, мы должны что-то сначала в себя впустить, правильно? и тут что можно сделать, когда ты говоришь, что можно сделать, да, как гипотеза, с одной, то есть у тебя эти идеи были даны тебе, как бы изгне, то есть тебя привели, поставили, то есть не ты спродуцировала вот этот вот продукт, а тут с другой стороны, ты можешь получать, сама понимая, что тебе это дает, какой-то толчок, идею развития, еще что-то, зная это, ты можешь сама искать этих людей, которые тебе это дают, которые тебе дают новые идеи, новые версии. Ну, то есть вот получается, если мы возвращаемся к теме суицида и депрессии, вот когда начался карантин и людям запретили общаться с друг другом, многие сказали, а мы и не хотели с ними общаться, типа вы все какашки, а у нас тут все хорошо, и мы вот без этих какашек сейчас живем, да, грубо говоря, нам и так хорошо, я как этот, в пизду друзей, в пизду подруг, я сам себе пиздатый друг, вот, и нам типа вот наоборот, вот типа кайфово, да, сейчас вот эти все не жужжат там, и как бы, и не надо с ними кладутся, им прям кайфово, а когда у меня, например, началась изоляция, я хотела подстрелиться. Нет, подожди, им действительно было кайфово, то есть все время, или это был какой-то период? Ну, они пишут, что вот прям, прям вот, вот убрались эти жужжалы, ненужные, что с ними не надо там контактировать, коммуницировать, и что ну, наконец, вот есть время, чтобы заниматься только собой, и никто над духом не жужжит, и никто ничего не просит отходить из дома. Как им удается быть вот, как бы, сосредоточены на себе, создавать при этом и не брать ничего из внешнего мира? Ты знаешь, я могу предположить, предположить, что, скорее всего, они до этого так и создавали, то есть они в чем-то были более самодостаточными, чем те, которым действительно не была необходима подпитка из этого внешнего мира. Ну, вот я, например, по изоляции поняла, что я настолько завишу от общения, хотя я думала, что я там вся такая, как бы... Аутистичная, да, а тут я поняла, нет, мне прям хочется бежать, честно, встречу всем, целовать в засос, да, но изоляции не поздравляют. А вот я поняла, что на самом деле все, что я делаю, даже как бы мне казалось, что мне всегда внушали, что я такая вся самозамкнутая, а я на самом деле поняла, что все, что я делаю, это всегда было про людей, для людей, с людьми, и когда мне решили... Так я прям поняла, как я как внушаю. А почему у тебя это вот как бы... Почему должно быть или так, или так, на самом деле все люди разные. Кому-то комфортно вот так вот, и люди все об этом осознали. Ты понимаешь, что тебе комфортно общение, и тебе это дает и стимул, и ресурс, и еще много чего ценного. Почему должно быть по-другому? А как вот работает тогда? Потому что, вот и говорю, пока вот была вот эта самозамкнутая, я легла вот так вот на этот спячку, вот так крестиком, завела себе пухляшу, чтобы было лежать с кем-то тепленьким, и кто-то там колыхался. Вот. И мне стало, кстати, сразу легче жить. Да, мы с ней вместе колыхаемся. Она сейчас сильная, независимая женщина, уже два дня, она со мной спать отказывается, она спит отдельно. Мамка, это про границу. Да, она уже такая, мамка, только пожирать. Вот. И понимаешь, а вот есть люди, которые вот сели прям и работают. Я хочу тоже, чтобы, знаешь, моя деятельность не зависела от факторов, да? От внешних. От внешних, потому что говорят, что карантин продлят до 21 года, уже вы высоко становились. Не пугай меня, я уже почитала, что открыты границы. Но они, изоляцию вот это вот, все-таки будут там ограничения кучи до 21 года, ну, то есть до января, чтобы, ну, они границы, как бы, из России еще не выпускают, из Израиля еще не выпускают. Но три стороны, как бы, из Москвы, там не особо рада видеть. Там сразу все покупали. и что тебя пугает? Ну, так это получается, понимаешь, все подготовились, то есть кто-то накопил, то есть я... В смысле все подготовились? Подожди, я тебе расскажу. Ну, хоть страсть у кого-то какая-то. Ну, ладно, давай. Подожди. Ну, вот понимаешь, все-то тут давно в городе, да? То есть они уже накопили, там, кто какашка, кто внючка, там, я там, все-таки достаточные, там, пожрать, все, ну, то есть они, ну, кто-то подженился, кто-то там развелся, ну, короче, у всех жизней, у всех жизней, а я, получается, только начала вот вставать на ноги, только у меня жрачка в холодильнике появилась регулярно, и то хоп, и ты еще и одна, а как бы, а у тебя еще как бы эмоционального сближения не получилось еще ни с кем, ну, потому что, как бы, к тебе присматривались, там, ты присматривалась, там, и, и как бы, тут я такая, как, пятилетний ребенок, знаешь, как это, все, кто-то уже привык, да, вот сам работаете, у кого-то уже там клиентская база, у кого-то там, значит, подженились, подразвелись, расплодились, ну, какая-то движуха, а я такая сиротка, с пухляшенькой, как это, ну, и что тебя пугает? Ну, то есть, я не подготовилась, тебя подготовились, как бы ты поняла, что ты подготовилась, мне интересно, ну, как это, наборы юного натуралиста, мужа, ну, ну, то есть, ты уверена, что можно вот так вот подготовиться, вот к такому вот, ну, ну, все же, откуда у тебя идея уж подготовленности людей, ты просто смотришь на то, что тебе, что, как будто бы у тебя иллюзия, что это им дает что? Некое что? Самилименность. Я не еще работаю, работаю, правда, нарисую картины, такому каждый день встречают, встречают. Как бы ты тогда их могла рисовать, чтобы тебе дало этот ресурс? Ну, мне так поговорить, пощупать кого-нибудь. Ну, по пухляшу, да, ну, а поговорить с кем? Ну, с людьми, ну, как бы ты обмениваешься энергией, тебе что-то говорят, ты что-то говоришь, вот, и творчество претет. Подожди, а тебе хорошо, но ты же вот, смотри, есть ведь люди, которым есть такая же потребность, как ты спрашивала, как они решают? Я еще не всех встретила. А, хорошо, если бы я встречала, ну, какой опыт у тех людей, или какой был у тебя? Ну, вот, по крайней мере, мне многие сказали, что они зависли эмоционально, то есть они вот тоже, они уже размножились, они уже подженились, развелись, они уже купили квартиру, у них уже... Не знаю, что делать дальше. Вот, и они подзависли, то есть куча свободного времени, как бы, можно маникюр, педикюр там, связать, свистеть там и все прочее, а не хочется, потому что время такое стало резиновым, и как бы, ну, как день сурка, да, схлопнулось, 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 но я все-таки поражаюсь художникам, которые продолжают работать в этот период. Как им это удаётся? Ну, можно предположить, опять же, что у них, скорее всего, уже до этого были какие-то планы, цели, задачи, которые они продолжают решать. Ну, то есть, словно, если ты родил ребёнка, да, например, и этому ребёнку в месяц, то у тебя никакой карантин, никакого влияния не окажет, потому что у тебя есть цель, которую ты реализуешь, потому что ты же с этой целью ничего не звенит. Если у тебя до этого, и эта цель, как бы она внутренне задана у тебя, то есть у тебя, потому что вот есть твои личные задачи, во-первых, есть ребёнок, есть, например, твои личные задачи, что его надо там вырастить, научить ходить, там говорить, чего-то с ним сделать, да, и тебя вот этот карантин никак не волнует, единственное, там немного усложнилось, допустим, доставка ивы и памперсов. Если же у тебя вся твоя жизнь была структурирована извне, что на самом деле происходит у многих, не только у творческих людей. У тебя вся жизнь была структурирована внешними факторами, например, работой, каким-то общением, и ты о своих потребностях задумывалась мало, то есть они как бы удобно ложились на то, какая есть структура. И когда эта внешняя структура спала, ты, получается, остаёшься один на один сам с собой и не понимаешь, как раз в этот момент наступает некая фрустрация, она естественная, когда эту структуру надо задать тебе самой. Это тревожно. Это страшно, это непонятно, но это естественно. Ну, то есть называется, когда ты начинаешь думать о себе, о своих потребностях, о своих желаниях. Вопрос, да, тогда, где они у меня были всё это время и как они были заданы? Не слишком ли они были заданы извне? И действительно ли я тогда проживала свою жизнь, свои интересы? Ух ты! Ух ты! Как мы глубоко-то закопали! Ну вот, на самом деле... И мне кажется, что из этого ещё вырастает самооценка. Ну да, тебе тогда кажется, что я себе ничего не представляю, потому что, опять же, то, что тебя структурировало и как бы определяло, определяло твою самооценку, твои интересы, да? Вот внешняя оценка, от которой условно... Ну, то есть, допустим, мы себя определяли внешней оценкой, да? Давай там возьмём, похвалу директора, да? Тебе говорят, ну какой ты суперспециалист. Раз, этого нет. А ты привык себя оценивать, то, что ты суперспециалист, когда тебе это говорят. То есть, не ты изнутри, что вот я добился вот этого, вот этого, да? И я молодец. А когда тебе давали извне, извне это отпадает, и да, это тебя структурирует. На самом деле, кстати, вот это же тоже проблема, потому что мы в прошлый раз с тобой об этом говорили у творческих людей. Ага. Что я делаю так вот. Когда, про вот эти кризисы, потому что тебе необходимо самому создать продукт, это первое, да? И оценить, каким он будет. Ну, то есть, когда мы говорим про творчество, когда мы говорим про некие выставки, да? Какой, то есть, у меня, допустим, сейчас, ладно, не буду говорить про клиентов, когда, допустим, у человека дилемма, а какую ему делать выставку? Я говорю, в чем дилемма? Он говорит, с одной стороны, хочется на ней заработать денег, но тогда, говорит, я не смогу в ней выразиться на сто процентов, да? Она тогда будет не такой для меня внутренне интересной, как бы я хотел, то есть, это не будет про самовыражение, это будет про заработок. Или, говорит, она будет очень творческая, тогда, говорит, я не понимаю, что вообще на ней заработаю и кто на нее придет, да? Получается, критерии ты должен сформировать сам, а формирование критериев это всегда болезненно, да? И потому что непонятно, от чего толкнуться. Ну, вот смотри, вот, например, если мы берем, вот, ну, опять же, видишь, как бы я не скажу за всю Одессу, Одессу, да? как это-то, но, например, вот, те моменты, которые, вот, я по себе чувствую и я чувствую про, ну, то, что вот люди дают, это всегда идет такая битва двух титанов, или мы, знаешь, вот, вот два разных полушария, да, как плюс и минус, которые должны все время вот не соединиться. Это, типа, мы про деньги или мы не про деньги. и на самом деле, если мы возьмем западных художников, они как бы и про деньги, и про самое выражение. Даже этот, фантриер, он же вроде, ну, он такие трешовые фильмы делает, там, как смотришь, там, потом месяц спать не будешь. Но он же, понимаешь, он смог это подать, коммерчески успешно. То же самое, там, карта, деньги, два ствола, тоже такой арт-хаус. Тоже, ну, блин, ну, это так вот сделано. И у меня, знаешь, иногда складывается такое впечатление, что основная сложность заключается в трех вещах. Первое, что если это сделано из говна и пала, то это и выглядит, как из говна и пала. Если ты в это вкладываешь... Часто, да. Ну, то есть, понимаешь, это вот как вот есть авоська, есть сумка Луи Виттона, да, ну, ребят, я не про бренды, ну, я уже, ну, понимаешь, при Луи Виттоне даже стыдно быть не крашеной и не чёсаной. Да ладно? Ну, серьёзно, это твой стереотип. Да нет? Слушай, но у меня есть, понимаешь, вот если у тебя есть Луи Виттон, ты уже красавчик. Вот прямо красавчик, но у тебя же есть Луи Виттон, как-то ты его заполучила, то есть ты уже в принципе, ну, давай условно, ты молодец, а если у тебя есть Шанель, ты в принципе можешь выйти не помыть. У меня есть Шанель, но дело не в этом, понимаешь? То есть тебя определяют вещи? Я люблю вещи. Это же вчера же Настива Джобс, мне понравилась очень её цитата, она, знаешь, сказала, что деньги, они дают мне свободу, но они меня не определяют, они не определяют, кто я. А мне нравится, вот понимаешь, мне нравится. Одно дело нравится, другое дело определяет, это тебя. Ну, смотри, вот я сегодня, кстати, сегодня, когда я шла мимо своих консьержей, одна мне такая, что-то, вы как-то так похудели сильно за последнее время. А я как будто до этого в дверь не знала, как зайти, да, то ли боком, то ли не боком, и не прохожу, да. Я говорю, ну, как бы, сейчас я говорю, с работой сложности. Подожди, а ты спросила, интересно, это хорошо или плохо, как она там? А я, я не спрашиваю. Я не стала оправдываться, что похудела, это плохо, может, это хорошо, а для нее? Я не стала говорить, я молча про себя, знаешь, подумала, да, что до этого в двери не проходило, да, и она не начала что-то за мой вес, я стою, а мне какую-то бумажку там надо получить от них, я стою вот это вот перетирание вокруг себя, слушая, и она говорит, я говорю, ну, а что-то, что-то я про это, про работу, я говорю, ну, я говорю, сейчас работа, как бы, ну, как бы, кто, кто ест, работает тот, кто ест, кто не ест, тот не работает, что-то сложно сказала, ну, в общем, и мне не начали рассказывать, но мы, между прочим, не графских кровей, мы работу всегда находим, когда надо, и там на рынке торговали, и пять ходок делали, я такая стою, я говорю, все, я говорю, я говорю, я пошла, да, то есть, и там уже какие-то вот воспоминания, да, что, типа, вот, мы не такие графья, как вы, барыня, вот, я такая думаю, знаешь, и меня задело это темно, на самом деле, то есть, у меня сейчас колбасит между, я работаю над новой серией, как картин, и меня колбасит еще над вторым вопросом, деньги, 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 да, вот, вот это, ты говорила, это высокая тревога же, и я, короче, знаешь, что ты поняла, что даже уровень моей самооценки зависит от того, сколько у меня денег, и из каких тарелок я ел, я, потому что всегда, вот, покупая, вот, если покупаю, да, какие-то вещи, то, знаешь, там, фарфор, значит, дорогой фарфор, вот, то есть, а я мы, как у тебя в семье было? Ну, у нас, как бы, семья, она была очень такая, и потом, дед, когда погиб, все потеряли, потом снова, то есть, у нас как-то, знаешь, то есть, это было ценностью, было ли это в ценности в семье, это всегда ценность, ну, то есть, ты понимаешь, что в эти ценности, как сказать, допустим, смотри, ну, для меня важно, знаешь, чтобы это было, все, вот, если у тебя там, луэйтон на тебя смотрит, ты уже даже, студо перед ним, ты уже не можешь, там, перед ним, как-то, вот, некрасиво сесть. А тебе не кажется, что это очень зависит от культуры, и субкультуры, в которой ты вертишься? Допустим, берем нашу Россию, где действительно ты красавчик, если ты с луэйтоном. это же может быть тарелка фарфоровая. Хорошо, фарфоровая тарелка. Из хорошего фарфора, тонкого. Допустим, если ты, не знаю, давай возьмем успешную, и у нас вообще надо быть красавчиком, мастиранным, и желательно какая-нибудь бренди, чтобы я еще на попе был. Слушай, у нас... Возьми Лондон. Возьми Лондон, где ты, в принципе, все эти миллионеры непонятно на чем ездят. Люди, которые хорошо зарабатывают, они выглядят как люди. Для меня важно. Ну, я же тоже не этот брендами никогда не свечу. Для меня важно, чтобы, знаешь, вот, картина, да, ну, такая вот. И, короче, я даже... Это про что? Как будто про твое качество или про что это для тебя? А ты знаешь, я понимаю, что качество моей самооценки определяется количеством денег и вещей, которые меня окружают. Я сегодня вот так... Меня задела же эта тема, ты там, о которой мне сказали, что мы-то графья. Вот. Не графья, как вы, барыня. Вот. Я поняла, что для меня вот эти вот, знаешь... Но это на самом... В этом же нет ничего плохого. Это про твое признание, насколько ты актуальна, то есть, насколько твое творчество актуально, насколько твоя деятельность актуальна в данный момент. Ну, а сейчас видишь, ты как бы не выставок, ничего не того, и ты такая... Ну, ладно, что там все это обо мне, обо мне, как в мои новые туфли. В общем, значит, ребят... Вернемся к суицидам. Ты прочитала мою мысль, хочется выйти покурить, да, но я пока терплю, но мы сделаем рекламную паузу и перескочим на Инстаграм, потому что мы развиваем еще Инстаграм и продолжим там часть вторая после пятиминутного перерыва. Нам надо будет попудриться носик. Вот. Что там с суицидом? Что там с суицидом? Что с ним делать? Ну, смотри, что важно делать. Вот человек стоит, вот у него веревка, значит, он вокруг картин там, да, вот сидит. И хочет повеситься. И хочет повеситься. А тут мы такие две озорные женщины. Он не повесится, пока мы будем. Ну, и что вот? Какой вот... Может ему завести озорную женщину? Ну, они же все там как-то... Если я парни, так они... Ну, был же вот недавно этот олигарх, который взял и... Так много кто. Так много кто, причем в последнее время. А парни-то такие еврейские. Между прочим, мы-то еврейские. Пропадают парни-то хорошие. Так вот холостые. Где они, сволочи? То есть, подожди, смотри, в чем вопрос? Что делать? Что делать? Как вот человек, допустим, понимает, что вот мир... Ну, земля... Четверг, земля развалилась пополам, пикина там, Томик Броскова, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, когда ты куришь ошибку? Что делать? Что делать? Хороший вопрос. Как перестать страдать и начать качать нефть? Пойти к тем, кто и качает нефть. Не, ну вот... Ну, просто я представила ситуацию. Ну, смотри. Ну, вот человек уже наметил, наметил веревку, да. То есть, в любом случае, к этому же, если это действительно... Есть истинная, то есть, есть истинные попытки, есть демонстративные, да. Опять же, вернемся, демонстративные, это для того, чтобы привлечь... Ну, как царапают, да? Царапают, принимают таблетки, но такую дозу... Это все нужно для привлечения внимания. Вот с этим, в моменте, действительно, можно подумать, что... Ну, то есть, если ты задумаешься заранее, то есть, вообще, прежде чем ты не... Если ты не включишь свои когнитивные способности, то, в принципе, чудес не бывает и их не будет. Понимаешь? То есть, в любом случае, в идеале, нужно подумать, для чего мне это надо, чего я хочу добиться. Но, опять же, все вот эти вот действия, которые тебя разрушают, они же делаются в состоянии аффекта. И вот сейчас дать рекомендацию. Вот смотрите, если вы надумали вешаться, если вы надумали даже... Позвоните нам. Демонстративный суицид, ну, даже не демонстративный, человек, когда его совершает, он в аффекте. В аффекте человек не может мыслить логично. Он не может дистанцироваться от этого. И, ну, вот кроме, как сказать, ну, да, попробуйте позвонить кому-то, позвонить на горячую линию, пробовать поговорить, ты ничего не порекомендуешь, потому что это аффект. В аффекте человек не... ему тяжело, он в аффекте... мышление очень тоннельное. А тоннельное мышление, это что такое? Ну, то есть, когда ты условно видишь, что вот эта твоя проблема, которая к этому привела, она распространяется, экстраполирована, да, на всю твою жизнь. То есть, ты не... и вот ты видишь только эту проблему, и ничего больше. Тебе кажется, что кроме нее ничего не существует. Ну, вот смотри... Это тревога, страх, который это сопровождает. И посмотреть, когда говорят, обесцениваю, да, зачастую говорят, ой, да, ничего страшного, но это ж посмотри, у других хуже. Во-первых, это полное обесценивание человека с его проблемой. Во-вторых, ему от этого не легче, потому что он не видит, что у других хуже, потому что для него вот эта вот его проблема, она основная. Вот. Это аффект. Он не может человек мыслить в этот момент рационально. Но там же ведь еще такой момент отчаяния, что человек понимает, что вот уже настолько дно, что дальше вот из него не выбраться, что дальше пути нет. То есть, это же вот как бы человек упирается в такую стену эмоционально, когда он понимает, что вот этот ад, в котором он живет, он никогда не закончится. Возможно. И вот, и понимаешь, и здесь... Почему? Откуда эта идея? Вот ты сейчас смотри, тоже говоришь. Он никогда не закончится. Откуда эта идея? Хорошо. И что тогда не ад? Как было по-другому? И что-то вообще-то к этому аду привело? То есть, какие-то наши действия, что-то к нему привело? А венущество же дичайшее. То есть, когда ты находишься, например, в таком... Даже если ты в толпе людей, да, вот, там получается так, что ты понимаешь, что... Ну, тут про... Ну, что-то как шуры какие-то идут, и потом это... Такое чувство, что ты живешь в таком аду, который вот... И ты, причем, ну, как бы, все больше подбираешь вот эти факторы, то есть там, ребята... Ты находишь подтверждение своей гипотезы, это нормальная служба. Ну, там идет сначала допингуются алкоголем, там, или запрещенными препаратами, или еще какими-то препаратами. И это вот все усиливается, усиливается, и, соответственно, еще окружение, которое не всегда корректно, потому что, если в этот момент кто-то дернет вот эту вот нитку слабую, когда скажет, да как вот, ну, например, там ситуация, там человек не может выбраться, и ему говорят, да ты вообще там ниже дна, да там, знаешь, вот такое, когда начинает, типа, а-ля, хотят помочь, да, ну, чтобы, знаешь, опустить человека, чтобы он, типа, да нет, я не такой, да, это, да, с тобой как тряпкой там пользуется, вот, да ты, ты, тряпка, знаешь, когда вот эти вот все вот моменты, и в этот момент, на самом деле, он не помогает, а он подводит вот к этому моменту отчаяния, да, что вот это... Это не человек, понимаешь, это не со стороны подвери, человек ведь, вот кто-то, как сказать, сейчас может быть будет жестко, но с другой стороны, мы сами выбираем такую реальность, почему-то мы выбрали, да, вот когда ты говорила вначале, о том, что надо пострадать, то есть вот это вот окружение, которое не доставляет тебе удовольствия, не дает расслабиться, которое дает тебе эту необходимую дозу страдания, оно почему-то нужно тебе, согласись? Не, ну, смотри, ведь очень много же ведь у нас просто тоже, вот я училась, у нас несколько человек в классе покончили с собой, вот, причем у нас хороших семей, то есть внешне все было там замечательно, но они тоже, они начали путь через наркотики, и потом там... Это разная опять жизнь, вот смотри, я познакомила... Ну, есть эти, которые без наркотиков, то есть просто вот, вот, ну, были там... Можно позвать сюда, тогда в прямой эфир человека, который вот очень многого достиг, но он тут, он был действующий наркоманки, о нем тут узнала на днях. Ну, как он из этого выбирался, тут прослушала его историю, это тоже очень интересно. Ну, ну, но он не творческий же ведь, но он с нас про творческих, и вот смотри, там же понимаешь вот это, особенно в подростковом состоянии, да, когда идет там максимально... Еще, например, дома какие-то драмы, там сверхдрамы происходят, и ты как бы вот, ну, там, если вот, ну, например, я знаю, что там, вот тоже вот с ребятами разговаривала, очень много у кого реальной попытки самоубийства, когда дома очень больные родители, ну, например, там психические, ментальные расстройства, физические, и когда, например, там человек, человеку там, 14 лет, или там еще ребенок, и вот это вот ситуация, он не может на это влиять, и он находится вот в этом, ему никто и не помогает, да, потому что, ну, как бы... Потому что, смотри, кажется, что вот это вот и составляет твой мир, на самом деле, и ты не можешь... ребенок, это ребенок и взрослый, это немножко две разные темы. Но это же переходит потом... в том, что мы говорим, допустим, про твою иллюзию, да, что ты можешь вот всех спасти, всех исчастливить, действительно, это переходит из детского возраста во взрослый. Но большая разница в чем? В том, что ребенок, он очень зависим. И действительно, откуда у ребенка формируется вот эта вот идея всемогущества, и там, что нет другого мира? Ребенок очень зависим от родителей, и он действительно никак практически не может повлиять на действительность до определенного возраста. И ребенок... Почему вот возникают эти механизмы защиты? Потому что ребенок вынужден выживать. То есть механизмы защиты, которые потом переносятся, когда они имеют какую-то негативную коннотацию, у них нет ничего плохого. То есть, там говорят, вот это твой защитный механизм, там твоя аутизация. И что? Вот этот защитный механизм, он позволил ему выжить в тех условиях, в которых он рос. Это сохранило его психику. И начинают... Люди приписывают ему негативный контекст, и человек становится этим недоволен тогда, когда это начинает мешать. То есть, понимаешь, что мне это мешает, но, опять же, до этого оно тебя сохраняло. И это вот как... И опять же, это нельзя выкинуть и отрицать, потому что это стало какой-то частью твоей личности. Надо найти что-то новое, чтобы заменить. Ну, то есть, получается, что вот это вот ребята, которые попадают в ситуацию, попыток суицида... То есть мир вообще тяжело, вообще... Ну, и взрослым. То есть, получается, что они думают, что вот этот мир, он единственный, и они просто... Да, единственный, да. То есть, если мы разворачиваем человеку, пытаемся показать его... Ребята, творчески слушайте. Пытаемся показать, что есть и другой мир, абсолютно другой, ну, как пространство вариантов, есть такое и такое, да, и тогда это ей шанс вывести этого человека. С одной стороны. С другой стороны, когда мы что-то меняем... Ну, смотри, есть такая теория систем, то есть, любая система, она стремится к гомеостазу. И этот гомеостаз, он очень привычный. Почему люди говорят, тяжело что-то на что-то менять, да, менять отношения, даже говорят, посмотри, тебя эти отношения разрушают, боже мой, твой там муж, или вторая половина, полный урод, он тебя бьет и мучает, то ты от него не уходишь. Потому что это привычно, понятно, что даже вот в этом мире насилия, как себя вести. Изменение, любое изменение, оно всегда будет тревожно, да. Хорошо, ты человеку показываешь, посмотри, у этих хорошо, у тех хорошо, у других еще лучше, они из этого выбрались. Но ему надо менять систему, и эти изменения, они для него будут очень тревожны. И не факт, что он, видя это, будет их выбирать. Понимаешь, то есть это все очень неоднозначно. Нельзя сказать, посмотрите, посмотри, как вот, знаешь, почему не работают эти мотивационные ролики? Ну, потому что ты начинаешь менять, у тебя не получается, ты не понимаешь, как это применить к себе, плюс изменения всегда порождают, ну, то есть тревога часто сопровождает изменения, потому что в этом много неопределенности. Ну, то есть получается, что вот, если человек, вот сейчас находится, художник в изоляции, да, если он чувствует, что с ним что-то не то, пусть я потихотерапиваю. Пусть, пусть, ребята, в общем, нет. Просто мы можем сейчас предложить какие-то накидать варианты, да, но они могут не сработать. Они могут не сработать, да, и когда я поэтому не пойму тренинги, нельзя вот это все, я пытаюсь как-то найти, чтобы мы были кресты. Да, ну, мне все-таки хочется, чтобы это и другое. То есть здесь лучше, как бы, обращаться к специалистам, но, какой плюс специалист, наверное, единственный самый большой, кроме того, что он там учился, это то, что ты можешь посмотреть, он правильным языком тебе, человек даст обратную связь на эту ситуацию, можешь ее посмотреть под другим углом. родственники твоей близки, они не всегда это сделают, потому что вы находитесь словно в одной среде, да, и это, то, что они тебе будут говорить, это будет, ну, скорее всего, может быть, не так воспринято. Не услышно. Не услышно, да, потому что это будет, типа, слишком, слишком близко, это будет эмоционально, это будет еще эмоционально, еще на драме полной. Ребят, в общем, мы сейчас будем переходить на инстаграм. Знаешь, интересно, если бы задали вопросы, и на них отвечать не конкретно. Ну, а что сейчас все вот посмотрели, посмотрели, сейчас на нас красивых, а сейчас все скромные, потому что тема эта скользкая, понимаешь, скользкая, тут если кто-то что-то себя выдаст, потому что... потому что здесь какой-то, какой рекомендации, как спастись, ну, то есть, можно набросать кучу вариантов, и они, не факт, что они помогут. Ну, хотя бы, ну, допустим, там, вот, доуман, родственники, например, веселые, активные. Но обычно люди скоро стараются, когда говорят, посмотри комедию, это не помогает. Да? Комедия не помогает. Но кому-то помогает, кому-то легче, например, наоборот, посмотреть драматический фильм и прожить вот это вот переживание, испытать. А вот смотри, вот тоже вот очень часто творческие ребята сходят с ума. Тоже веселая тема. В смысле сходят с ума? Ну, оказывается, в клиниках смертельные решения. Тут надо разделять, смотри, или это расстройство, которое, ну, то есть сходят с ума, если мы говорим о шизофрении, да, о том, что сходят с ума, или это просто расстройство психики, опять же, от какого-то истощения, от нервного перенапряжения, потому что шизофрения, извиня, сходят с ума, она там истинная, диагностируется до 16 лет, истинная манифестация, истинная шизофрения в подростковом возрасте всегда, она есть ранние манифесты, и только тогда мы можем говорить о том, что человек сошел с ума, и мы говорим о шизофрении. Все более поздние проявления, вот, насколько я знаю, вот эту патопсихологию, это не будет истинной шизофрения, если не было раннего манифеста. То есть, эта особенность, на самом деле, в чем-то врожденная, особенность психики нет. Говорят, что она может быть и приобретенной, там, да, после родительского воспитания, дабл-байты, когда идут разноплановые послания, ребенок это не может сложить в одно, да, но, тем не менее, манифест ранний. Все остальное, это психическое истощение, так назовем, что ли. Ну, ты знаешь, я заметила такой момент, но тоже, вот, как бы, ну, в разных же сверх социальных, там, сталкивалась с разными ребятами, я поняла такой момент, что, как я вычисляю тех, кто окажется в итоге, приехал, вижу прям сразу, я не все оказываются, там, вопрос времени, ну, уже даже проверено, про мне даже, знаешь, иногда, вот, чувство агрессии, чувство стыда, чувство вины, если оно у них доминирует, даже если они, знаешь, вот, как бы, а-ля позитивные люди, которые, знаешь, ну, как бы, все-таки юморные, юморные, а рядом с ними, вот, стоишь, вроде, они тебе улыбаются, тебе же прям трястины, чумно, ты вся такая в напряжении, и вот, ребята, которые, вот, конкретно, на агрессия, вина, стыд, особенно, вот, зажаты, по крайней мере, те ребята, с которыми я работала в социалке, почему я тоже из нее ушла, но это невозможно, я понимаю, в каком они психологическом аду живут, а, ну, то есть я это вижу, знаешь, как это, а что делать с этим, я не понимаю, да, как вот выстроить вот это все правильно, у них чувство вины, чувство агрессии, стыда, да, ну, стыд иметь в виду, стыдно, не когда там вина, типа, вот, ты виновата, а стыд, когда мне стыдно, потому что, да, вот, это происходит, и там, когда вот это чувство стыда, чувство агрессии, то есть, если чувство стыда, агрессия задавляется, как только вот этот вот стыд, чуть-чуть задавляется, агрессия проявляется, они вот так вот все вот балансируют, качели, и других эмоций-то по сути нет, они доминирующие, и вот, например, те женщины, которые, я не про свои проекты, а именно вот про, именно за окружением, они, вот те, кто имеет вот этот, постоянно вот дисгармония, вот эта агрессия и стыд, и оно постоянно вот, вот доминирующие вот эти эмоции, и я вижу это в проявлениях, эмоциональных, я вижу это в проявлениях, это, и потом они вроде как бы выравниваются на какой-то момент, они становятся там легче жить, они становятся такие понимающие, там, эмоционально поддерживающие, но у них периодически происходят вот эти вот срывы, а потом они оказываются в больнице. Потому что устойчивые изменения, это опять же надо понимать, чудесно не бывает, ну то есть тебя что-то формировало, давай допустим 30 лет, у тебя есть некие паттерны поведенческие, которые предопределяют твое поведение, способ восприятия, способ коммуникации, то, как ты выбираешь людей для контакта. оно было сформировано с детства, да, с детства плюс какая особенность сформирования, ребенок не критичен, и почему опять же, допустим, берем 14-летнего ребенка, который видит насилие, ему кажется, что весь мир такой, потому что он не может критично отнестись к ситуации. Он считает, что это нормально. Это норма, да, то есть он такое считает нормой, да, и она ему тяжела, но это норма, и он не понимает, как ее изменить, потому что критичности восприятия у ребенка нет, если он в этом рос с детства, он это воспринимает как норму, да, но при этом очень болезненно, да, почему-то он насилие у него в семье, может быть. Соответственно, вот тебя что-то формировало с детства, в детстве ты вообще не критичен, вот ты дорос так вот до 30 лет, да, тебе какой-то там тренинг, не знаю, вдруг что-то сказал, тебе стало легче, но это ведь неустойчивое изменение, оно сиюсекундное, ты пытаешься с этим как-то жить. А я даже, вот понимаешь, я извини, что перейдусь, я даже вижу, по каким сюжетам человеку становится хуже, то есть там, например, произошла какая-то трагедия в подростковом состоянии, и потом, как только вот на что-то похожее, да, там накладывается на отношения, например, ну, выстраивание личных отношений с кем-то, и вот там, как только происходит рубание вот этого сука, 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 да, сука, вот, ты понимаешь, это каждый раз идет такая зарубка, 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 которая вот как только происходит еще новая, там, на каком-то этапе повторяющаяся, вот, похоже, потеря, да, потеря, 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 все, человек слетает. Ну, это не про потерю, это скорее про то, что ты не можешь выстроить эффективную коммуникацию с человеком, то есть, если ты в семье с детства, да, откуда наберется эта коммуникация, то есть, ты в детстве можешь открыто коммуницировать, то есть, ты можешь как-то себя озвучивать, если этого не было, то есть, если у тебя не было этого навыка, ты его не видел, ты его не видел между родителями, пусть даже не между родителями, пусть ты его не видел между значимыми людьми, то надо понимать, что, а, а у меня его нет, я его постоянно проваливаю, да, то есть знаешь, как где-то тут слышала с кем-то интервью, с кем-то психологом, и он рассказывает, говорит, вот ко мне приходит клиентка, шесть раз замужем, и... Молодец, девчонка, говорят, парни, парней нету, вернее... Слушай, вот она шесть раз замужем, вроде вступает в нормальные отношения, но в итоге каждое отношение заканчивается насилием, муж ее начинает бить, и он говорит, слушай, может не муж кривый, может морда не та, ну то есть суть-то к чему? К тому, что она умудряется своим поведением сделать, построить отношения так, что даже условно... Ну почему там, допустим, один мужчина в одной семье нормальный, все хорошо и прекрасный, допустим, разводится, ну или там в первой, допустим, он жену бьет, приходит в вторую, он там руки не поднимет, да, и все, прекрасный семьянин, да? Можно сказать, да, он много чего осознал, возможно, многое осознал, но возможно, его новая партнерша выстроила коммуникацию так, что это не допустимо. Понимаешь? И вот я веду, опять же, вернусь к этой теме, что вот хорошо, женщина, вот как-то она была сформирована эти 30 лет, например, она ей удалось изменить, это уже хорошо, это тот опыт, к которому можно обратиться, что может быть по-другому. Но опять же, когда мы говорим вот о том, что я говорила, гомеостаз, да, она затягивает привычное, да, вот это сценарий, от которого тяжело жизнь. Устойчивое изменение всегда медленное. Оно медленное, причем медленное, не потому что дурачок не может ничего осознать. Устойчивое изменение достигается через реальный опыт, да, то есть через реальный опыт контактов, через перестроение. Перестроение – это не быстро. И тут надо к себе быть очень лояльным, к тому, что да, это происходит, да, тут не получилось, хорошо пересмотреть и делать по-другому. То есть это быстро не бывает. И опять же, это иллюзия, что, знаешь, это вот из телевизоров пошло, на самом деле, из фильма, такой вау-эффект, да, когда за два часа он успел и нищим побыть, и там полным уродом, и наркоманом, а потом раз, все осознал, у него счастливая семья. Да, и вот эта вот идея быстроты, вау, эффектовая, он пришел, на самом деле, когда вот развилась индустрия фильмов. Ну, то есть получается, что если мы берем вот именно творческую профессию, она точно такая же, как и все остальные люди. Что тоже вот Илон Маск, например, находится, как-то... Илон Маск, мы сегодня в районе. Ну, наш родственник, да, да, мы родственник. То есть Илон Маск же находит на свои какие-то эти артистичные проекты, деньги, и он же ведь молодец. Ну, подожди, откуда и идея, что он молодец? Он себя в краткосрочный момент показывает молодцом. Хорошо, давай возьмем вот на слуху историю, которую я частично знаю лично. История Джигана, и как там его зовут его жену, с которой он разводится. Если бы мы еще год назад посмотрели их прекрасный Инстаграм, ну, то есть я с одним человеком пересекалась с ним, ну, пересекалась. И я вот видела этот диссонанс, когда в жизни человек один, я знаю, какое это его поведение, а в Инстаграме идеальная картинка. Ну, сроднила нам, скажем, да. Это счастливая семья, это они ходят в кино. И вот тогда я поняла, насколько, ну, я и знала, насколько это фальшиво, потому что я с ним долго работала. Но тут это видишь живьем, когда вот человек вот себя ведет вот так, и ты знаешь, где он там, где он что и как делает, а люди видят идеальную картинку. Ну, почему ты не можешь предположить, это же было в маске? Ну, откуда эта идея идеальность, ты его идеализируешь? А я все, я люблю идеализировать. А вот скажи, пожалуйста, вот вообще вот про соцсети, сейчас же все говорят, там, продвигайтесь, сейчас соцсети, там, художники, давайте, там, это ваш инструмент. Вот, внимание, вопрос. Все пытаются показать фасад, да, тем, что идеальную картинку, идеальную картинку, а стоит ли это делать? Ну, смысл, сейчас бы я уже не стала это делать, знаешь, почему? Потому что идеального слишком много, мне кажется, интересно, не идеальное. Ну, есть же, знаешь, два, да, таких вот, даже вот по художникам я смотрю. Первое, это вот типа все депрессивно, да, такое нытье, круговоротно нытье в природе, ну, ну, это надоедает. Хотя вроде как бы и к человеку хорошо относишься, и к человеку неплохой. Или вот это все, знаешь, прилизанное. И как бы нет какого-то баланса, то есть люди всегда уходят в какую-то крайность. И даже вот, например, в моих структурах всегда мне запрещали мои консультанты говорить о том, что что-то не получают. Я говорю, я живой человек, я имею право, что мне что-то не получают. Смотри, какая у тебя задача соцсети? Если мы говорим о соцсети как о инструменте, который тебя продает, ну, тогда твоя задача посмотреть на твою целевую аудиторию. Здесь не надо, надо разделить. Я самовыражаюсь через соцсеть, это одна история, да, это один разговор. Если соцсеть это инструмент продвижения, то твоя задача первая, узнать целевую аудиторию, узнать предпочтение от целевой аудитории, узнать, что им интересно, и работай на это. Ну, как правило же, вот когда ведут блоги, они же, вот реально, вот два контраста, да, вот, или все плохо, или все хорошо, или какие-то абсолютно неправильные вещи. Ну, а их аудитория это воспринимает, то есть, хорошо они нашли ту нишу, которую воспринимает целевая аудитория, все. Ну, то есть, надо разделять, это работа или это самовыражение. Ну, это продажный инструмент, вот, например, когда человек поднывает иногда. Слушай, и смотря, какую я преследую задачу, то есть, я, может быть, бы тоже поднывалась, понимала, что это хорошо продает. Ну, то есть, твоя задача, ну, как, СМИ, это же очень часто про продажу, это очень много постановочного. Ну, я знаю, я же. Ну, и тогда еще мы говорим, когда мы говорим о соцсети, как в моменте продвижения, то да. То есть, это как вариант СМИ все-таки выбрать. Смотря, для чего ты это хочешь, выбери, для чего это тебе надо. С другой стороны, зачем этот, если ты хочешь показать себя, окей, зачем, ну, насколько ты готова быть откровенной. Насколько ты готова показать свои границы. А для чего вопрос, опять же, тебе постоянно, это экспедиционизм, да, назовем это так, когда ты хочешь показать себя, смотрите, ну, то есть, на самом деле, мое мнение, и оно не только мое, а то, что когда человек постоянно себя показывает в соцсетях, это проникое... Эзгипционизм. Помощь стала, нам нужна... Нет, это проникое, на самом деле, расстройство личности, что ты постоянно чего-то ждешь. Зачем, вопрос, зачем ты себя постоянно демонстрируешь? Зачем ты думаешь, что ты себя продемонстрируешь? То есть, чего ты этим хочешь показать? Да, вот поэтому не люблю соцсети. Да, у меня такое же отношение. Я никогда не смотрю ленты, там, мне прям он ниже бесит, ну, как бы, ну, вот заставляет системе, пофигу. В общем, ребята, мы сейчас делаем перекур и переходим в Инстаграм, и будем говорить уже... Перекус, перекур, перепис, во всем, все, что сможем, мы сделаем. И через 5 минут, 10, мы переходим в Инстаграм и поднимаем уже более позитивные темы. Ну, так получилось, оставайтесь с нами. Не самоубийство, что мы обсуждаем? Мы будем по партере. Детские травмы, это немного... Нет, партеры, как, короче, как перестать страдать и начать работать над картинами, партерность поведения, мы там это обсудим. Я, кстати, сегодня первый раз в жизни за последнее время нормально накрасила ногти, брови, господи, с одного раза. То есть я даже не мычалила, не шлиняю белой палочкой. А ты наработала, потому что ты... Давно не делала. И соскучилась? Я давно не делала. То есть я к тебе вешаю, сейчас чик-чик. И сразу, я думаю, господи, как идеально. А когда, знаешь, у меня обычно на пол это, бры, там, лица там все что-то. В общем, ребят, там, с вами был психолог и художник Аня. Аня не художник. Аня психолог, я художник. В общем, мы чем смогли, тем помогли. И того, значит, все, кто собирается покончить с собой или находятся в тяжелейшей депрессии. Ребята, если что, ну, как бы поговорите со специалистом. Или не обязательно с Аней, нисколько не реклама, со мной поговорите, я вас выслушаю. Ну, я уже столько людям была. Помогала? Помогала, что я уже тоже, кто бы мне помочь помог. Ну, я понимала. Но это истощает, на самом деле, очень. Это да, да, да. Я поэтому ушла из социальных проектов, потому что... В общем, ребят, круговоротность, я в природе. Он должен... Короче, мы вас любим, ценим. Мы хотим, чтобы у вас все получилось в жизни. Вот как врач и художник. И, в общем, больше общайтесь с людьми, потому что это помогает выйти из депрессии. Да, ну, такой начальной. Люди наши, все. Человеку, другу, брат, сват и маленький дуршканчик похотливый. Короче, мы вас любим. Спасибо. Спасибо.